Итак, мы продолжаем наш разговор о чемпионате Европы по футболу и переходим к тому матчу, где, знаете, многие уже определили для себя заранее победителя. И многие уже считают, что Италия фактически в 1,4 финала, а Австрию вообще ни во что не ставят в этом противостоянии. На мой взгляд, это не совсем справедливо. Да, итальянцы очень крутые. И при Роберто Манчини команда не просто преобразилась, она превратилась в настоящую машину. Это настоящая сквадра Адзура. Капиш-бродиш. Вот и здесь мы видим, что действительно команда невероятно хороша. Она идет с фантастической серией из побед, практически не пропускает. У команды великолепный состав. Тренер, который не подошел к Зениту, зато отлично показывает себя в итальянской сборной. И все идеально. Но сколько мы видели подобных команд, которые просто рвали и метали на групповой стадии, а потом в плей-офф резко сдувались. И это не случайно, потому что очень часто, очень часто бывает такое, что пик физической формы у некоторых сборных приходится именно на матче групповой стадии. А на плей-офф силенок не остается. Вот такой фальстарт. Вот многие топовые команды сейчас играют плохо, откровенно плохо, и слабо выступили в группе, но дальше могут разогнаться. А вот все команды, которые были великолепны на групповой стадии, они частенько дальше буксуют. И кто его знает, не произойдет ли что-то подобное с Италией. Тем более, что после вот этой фантастической игры на групповой стадии, здесь, конечно, против итальянцев будут по-особому настраиваться. В общем, давайте разберемся в этом матче. Но сперва, до начала моих размышлений, мне хотелось бы напомнить, что наш спонсор, компания Baldbet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Baldbet, то получите бонус. Три бесплатные ставки. Главное, не забывайте вводить промокод, который также указан здесь, в описании. Итак, во-первых, здесь без всяких вопросов итальянцы фавориты. Я уже перечислил всех основные плюсы. Это и состав великолепный, где потихонечку подтянулись, в том числе, травмированные футболисты. Тот же самый Верати, здесь великолепный наставник, отличная игра. Если брать качество футбола, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, итальянцы, наравне, наверное, с голландцами, показали самый впечатляющий футбол. Да, конечно, была Испания еще, которая прошлась по Словакам, но это был один матч. А голландцы и итальянцы, они были стабильны на протяжении всего турнира. И вот как покорили мое сердце эти итальянцы в первом туре, так и не отпустили до самого вот этого момента, когда мы подходим к матчу против Австрияков. Поэтому хотелось бы отметить, что в Италии не только есть отличная атака, но и великая оборона, не побоюсь этого слова. Хеллини, Бануччи, другие ребята. На воротах Донарума, да, пока что невеликие, но, понимаете, итальянские вратаев сборной с именем Джан Луиджи, это уже что-то великое. Даже если это совсем еще молодой Донарума, но это уже что-то великое. Поэтому здесь, на самом деле, я не вижу особо много возможностей для Австрии, чтобы здесь за что-то зацепиться. Да, у австрийцев симпатичная команда, да, она интересная, да, здесь есть свои звезды. Тот же самый Алаба, Арнаутович, Каранжич, другие хорошие исполнители, галкипер отличный, в центре обороны есть кем похвастаться и так далее. Но я, честно говоря, не верю в то, что эта сборная Австрии способна остановить такую Италию. Для этого нужно, чтобы итальянцы именно перегорели, чтобы они психологически, возможно, поймали звезду. Или, возможно, вот произошло то, что я сказал, что команда выложила слишком много сил на стартовом этапе, вышла на пик формы, а дальше пойдет на спад. Возможно, и такое произойдет, потому что иных причин для поражения итальянцев я просто не вижу. При всех плюсах австрийцев, при всем том, что у них отличный прессинг, отличный тренер, они показали себя доминирующей командой против Украины, которая сопернику почти ничего не позволяла. Но итальянцы сейчас слишком хороши. При этом хотелось бы отметить, что здесь, в этой встрече, конечно, очень многое будет решаться, скажем так, в первые минуты и, в принципе, кто забьет первым. Если итальянцы забьют первый гол, то мы видели, что дальше они умеют развивать преимущество и убедительно побеждать, не позволяя ничего сопернику и добивая его забитыми мячами новыми и новыми. Мы видели это с турками, дальше мы видели повторение этих ситуаций. Итальянцы – это команда, которая не остановится, будет забивать еще. Австрийцы – другая история. Они, забив гол, уйдут в глухую оборону, будут держаться, окопаются у своих ворот, встанут в свои три центральных защитника. Кстати, заметьте, как популярна снова стала вот именно эта расстановка. И здесь будут сражаться до последней капли крови. Такова немецкая сущность, а в Австрии все-таки живут немцы. Такой национальности, как Австрийцы, не существует. И немцы, они остаются немцами. Тем более, что здесь почти все представители Бундеслиги – это дисциплина, это жесткость, это атлетизм. Это, кстати, отличная физическая подготовка. Поэтому, если итальянцы будут дурью маяться и пропустят на старте, что на самом деле маловероятно, то это, конечно, даст шанс австрийцам, если они после этого перейдут к оборонительной фазе, упрутся и будут сидеть в окопах. Но, вы знаете, для этого нужно, чтобы они забили итальянца. А вы сами знаете, какая статистика. Итальянцы в последние матчи почти не пропускают. Забить им почти нереально. И я считаю, что это сборная с практически чемпионской игрой. Посмотрим, что она покажет в плей-оффе. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.